Людмила Гурьяновна живет в поселке Зубчениновка уже полвека. Здесь она знает каждую улочку и ее историю. Рассказывает, на этом месте более ста лет назад стоял деревянный храм, но в 35-м году его снесли. А в 97-м, когда построили новый, территория храма стала местом притяжения для жителей. Они хотят облагородить это место и создать рядом сквер имени Александра Невского. Люди и прихожане могли отдыхать и после службы, и в вечернее время. Были детские площадки, была зона отдыха, будет памятник Зубченинову. И поэтому я думаю, что это будет цивильно, красиво и не хуже, чем в городе. Здравствуйте. Я хочу проголосовать за территорию по благоустройству со сквер Александра Невского. Какие нужно отменять действия. Потому что мы не хочем, чтобы наш сквер выиграл. Поучаствовать в преображении города может любой желающий с 14 лет. Для этого нужно прийти в пункт интернет-голосования. Таких в городе 35. Для тех, у кого нет доступа к интернету, можно проголосовать в специальном пункте. У кого он есть, в любом удобном месте. С телефона, либо компьютера. За несколько часов работы странички сайта в рейтинговом голосовании приняли участие более 5000 человек. Мы решили проголосовать за строительство сквера на улице Александра Невского. В Зубчиневке я родилась. Училась здесь, в той собственной школе. Для нас это очень важно. Потому что у меня теперь ребенок, дочка. Вот мой племянник ко мне из Москвы приезжает в гости постоянно на лето. Чтобы для детей что-то было, мне кажется, это самое главное. Сквер первых космонавтов, парк Щерса, парк Воронежские озера, Ерик-парк. И это далеко не весь список территорий, за которые можно отдать свой голос. Где будут гулять ваши дети и внуки? Где проведут соревнования футбольные команды вашего двора? А может быть, рядом с вашим домом не хватает ландшафтных композиций и уютных беседок? Что станет удобным местом досуга и новым украшением города? Решайте вам. Ведь это будут именно те территории, которые наберут наибольшее количество голосов. Проголосовать можно до 4 июля. И уже в 2020 году появится еще одно красивое место по национальному проекту «Жилье и городская среда». Елена Малютина, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События.